Ну что, друзья, давайте продолжим. Как обещал, сегодня расскажу про селлер-централ. То есть, это как у Амазона, то же самое есть и у ТикТока. Но для начала исполню одну просьбу и расскажу, что это такое. Да, это AdsPower. Не все знают, оказывается, да, быстренько. То есть, это виртуальные браузеры, которые меняют ваше железо. То есть, вам достаточно сюда просто поставить прокси и, собственно говоря, вы уже работаете на другом компьютере. То есть, вы загружаете вот эту программку, запускаете, у вас тут ничего не будет. Вот, вам надо будет заранее купить прокси, вот, американский. Потом вы заходите вот сюда вот в прокси, добавить прокси и добавляете, да, вот сюда, добавляете прокси. Вот, после этого вы нажимаете новый профиль, называете как хотите, браузер, без разницы. Единственное, знающие люди мне бы сказали, лучше использовать яблоко, а не гугл, да. Вот, здесь вот выбрать прокси, то есть, тут нажимаете, ваше сохраненное прокси будет, вставляете прокси и все, нажимаете ОК. И все, собственно говоря, у вас появится вот такая вот штуковина, которую можно будет запустить, либо остановить. И это своего рода как ВДС, но только намного удобнее, потому что эта штуковина работает по скорости как ваш компьютер, а не как ВДС, который вы купили. И тут файлы сохраняются на ваш компьютер, то есть, вам не надо в загрузке ВДС заходить, там копировать, переходить, например, там свой компьютер, потом перебрасывать это куда-то. То есть, тут все сохраняется у вас. Вот, очень удобная штуковина, простая, элементарная. Так, поехали. Итак, начнем. Начнем мы с самого начала. Что они тут мне написали? Что там? Что-то они мне написали. А, да, сегодня 26 августа. Вы знаете, больше я знаю. Ну, короче, сегодня ТикТок запустил совместную бесплатную доставку. То есть, для покупателей она будет бесплатной, если они купят товары на 30 долларов. Вот, а вам они компенсируют до 50 процентов, в общем, потраченные на доставку. В общем, еще больше халявы, так что все хорошо. Так, ну, если нажать продолжить, они тут покажут. Наверное, покажут какую-то информацию об этой доставке. Да, тут есть ТикТок Академия. Тоже куча всякой полезной, интересной информации. Все написано более доступным языком, нежели на Амазоне. Единственное, то знаете, в чем косяк. Что ты вот нажимаешь на перевести. И он тебе переводит все вокруг, кроме самой статьи. Вот тут вот есть. Поэтому приходится вот так вот выделять. Да, и, собственно говоря, читать. Ну, эту статью я уже читал. Да, ну, это, как я уже сказал, про доставку. Про доставку. Вот больше 30 долларов. Всякие такие штуковины. Разница, если вы отправляетесь из складов ФБА, либо отправляете сами. Так, ну, смотрите. Во-первых, 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 вас поначалу не будет доступно. Ладно, все по порядку. Давайте вернемся к нам домой. Ладно, пока грузится. Расскажу, что поначалу у вас не будет функции, доступна функция отправить на склады ТикТока. И как вот на Амазоне ФБА, если есть ФБМ. То есть поначалу вы будете продавать только ФБМ. То есть, поэтому вам понадобится какой-то преп-центр, либо знакомый с гаражом, либо еще кто-то. Ну, в общем, надо будет отправлять их откуда-то, эти товары. То есть, отправлять со складов ТикТока – это, скажем так, привилегия. То есть, ее надо заслужить. Но, в принципе, не пугайся, ничего страшного для этого делать не надо будет. Мне, в принципе, хватило буквально двух дней, может быть, трех, чтобы заслужить эту привилегию. Я всего лишь там в общей сложности раздал и продал там 100 единиц товара. Вот, и они мне сами написали письмо, что «Здравствуйте, поздравляем, на-на-на, хотим с вами работать. Типа вам доступны наши склады». Вот, я сейчас отправил туда один товар, он еще в пути. Поэтому пока точно не могу рассказать, как там обстоит работа именно с их складами. Но потом расскажу, когда все будет. Так, вот стартовая страница, которую мы уже видели. Здесь у нас Home. Это, собственно говоря, есть Home. Это сейчас все расскажу. Здесь к вам будут приходить сообщения какие-то. Ну, в основном от продавцов. Тут будет от ТикТока приходить информация. Вот здесь разделы Help, вот Академия. И какие-то тоже штуковины от них будут приходить. Так, вот здесь идем сюда. Здесь, например, мой аккаунт, мой профиль. Здесь что у нас? Ну, ничего такого интересного, прям вот жизнноважного. Ну, то есть, какие-то вещи, которые при регистрации указывались, вот частично закрытые. Ну, вот как-то так. Ну, вот. Так, следующая вкладка, вот эта у нас. Вот здесь уже поинтереснее. Тут надо будет повозиться. Если помните про эту вкладку, я говорил, это наподобие User Permission на Амазоне. Надо посмотреть, чтобы здесь ничего не было. Потом вот здесь. Вот здесь это одобрение на бренды. То есть, если у вас есть свой бренд, либо у вас есть разрешение на продажу бренда, вы заходите сюда. Вот, добавить бренд. И тут вот, если вы хозяин, либо вы продавец первой степени, второй степени. Выбираете. Так, выбираете. Надо там. Ну, вот. Давайте вот так сейчас нажмем. Да, то есть бренд, который вы хотите представлять, какая категория. Вот здесь. Здесь, да, вот они. Это как. Вот он зарегистрирован. Там вот есть CL11, CL12, то есть различные категории на USPTO. Вот. И тут вы указываете, в какой категории. То есть, у вас есть разрешение, либо этот бренд вообще продает. Да, здесь, то есть почту того бренда, кто вам выдал. Здесь, если есть ограничение, по времени ставите ограничение. Если нет, то безгранично. Ну, и, собственно говоря, документы сюда подкружаются. Я отправил дня три или четыре тому назад одобрение на бренд, но тут были выходные еще. В выходные у них ничего не работает. Вот. И, короче, пока еще ответ не пришел, но очень рассчитываю, что мне все одобрят. Хотелось бы так. Так, это разрешение на бренд. Это банк-аккаунт, то есть куда будут выводиться ваши средства. Куда они будут выводиться. В прошлом видео я говорил, что TikTok в этом плане очень лоялен. То есть, вы здесь можете указать вообще не обязательно на себя. То есть, сосед, друг, что угодно. То есть, у меня тут еще даже ничего не привязано. То есть, вы выбираете. Так, ну, туда верификацию надо пройти. Так, это я попозже, короче, все это сделаю. Вот. В общем, сюда можно привязать все, что угодно. Любой пионер, то есть свой, не свой. То есть, в этом плане все тут очень-очень замечательно. Вот. И, кстати, да, кстати, вот это вот новый аккаунт. Там вот они запросили верификацию. То есть, циферки. Но это не почта, это телефон. То есть, соответственно, телефон мне, по-моему, кстати, не давали. То есть, и надо будет вот как раз у продавца спросить, а как мне получить-то, как мне было. И либо где-то тут изменить в настройках. То есть, надо будет. Ну, короче, придется повозиться вот с этой штуковиной, кстати. Так, это налоговая информация. Вот этот еще очень важный такой момент. Это склад. Склад, откуда вы будете отправлять. И склад, куда будут приходить возвраты. Единственное, тут такая штуковина. Тут вот есть добавить. Ну, когда вы добавляете, он добавляется. Но почему-то, когда вы печатаете наклейки на товар, то есть, он все равно, то есть, с первого показывает. Поэтому я решил для себя, что я не буду добавлять. А вот тут есть кнопка «изменить». То есть, изменяешь. И вместо склада, который изначально указан, вставляешь свои данные склада. Вот. То есть, для отправки это не очень, может быть, и важно. Но если у вас будут возвраты, потому что я некоторые товары отправлял, то есть, у меня был адрес, ну, какой-то старый, не знаю, какой-то адрес, который тут указали, когда регистрировали аккаунт. Вот. Я спросил знакомого в США, я говорю, это критично или нет. Он говорит, ну, в принципе, нет. То есть, на цену никак не влияет. Там, ну, короче, без разницы. Но, если будет возврат этого товара, они отправят на тот адрес. Вот. Поэтому, то есть, вот тут вот меняйте адреса склада. Адреса. Так, это и выходные. Если вы хотите там отдохнуть, это закрыть аккаунт. Так, эти два, что такое? Сейчас посмотрим. Настройка связи. Режим делегирования. Ну, кому-то что-то, какие-то обязанности вы можете передать. Вот. То есть, в принципе, туда вот бренд, эти user permission, банк и настройки склада. Вот такие вот три основные у нас штучки. Так, идем дальше. Что у нас? Связанные аккаунты. Ну, я говорил, что этот аккаунт у меня не связан с TikTok, поэтому здесь у меня ничего интересного не наблюдается. Вот. Так, ну, собственно говоря, по этой графе все. Да, тут вы можете картинку любую поставить, как хотите выйти, часовой пояс, то есть, как вам удобно. Так, про это я рассказал. Домашняя, ну, это просто, скажем так, какая-то заставочка. Может быть, если добавить сюда аккаунт, что-то поменяется. Так, двигаемся дальше. Заказы. Заказы, заказы. Здесь у вас будет информация о ваших заказах, то есть, что у вас будет покупать. Вот. То есть, тут вот, ну, грубо говоря, вот раздел «Все». Вот. Я тут добавил один товар на пробу. Я его даже никому не раздавал, но у меня его купили. Вот. И поэтому я, как сказать, теперь не могу удалить этот товар. Ну, точнее, как сказать, я его добавлял просто, чтобы попробовать, добавляется он или нет. Он добавился. То есть, теперь, поскольку он, ну, произошла покупка, не могу его удалить. Так. Здесь вот у вас будут запросы, то есть, вы продали, у вас будет висеть, то есть, запросы. Вот. Ожидание отправки, ожидание сбора. То есть, когда будет ожидание сбора висеть, у вас тут будет такой каталог, и здесь будет такая графа напечатать наклейку. Вы печатаете наклейки, вот, клеите наклейки, то есть, и у вас автоматически это переходит в ожидание отправки. Вот. И когда отправляется товар, там наклейку эту сканируют, и, соответственно, он тут уже и переходит вот в раздел «Отправленные». Вот. То есть, раздел «Отправленные». Вот. Ну, когда дойдет, там будет завершенный, в ожидании и так далее. Ну, короче, тут вы можете смотреть за своими отправками. Это управление возвратами. Возвратами. Тут я ничего особо не расскажу. Фу-фу-фу-фу, у меня еще не было возвратов, не знаю. Ну, наверное, тоже, в принципе, все логично и понятно, ничего сложного нет. Так, настройки выполнения. Печатать этикетки. Тут ничего можете не трогать. Так, безамена. Замена. Я вообще вот сюда не залазил, пока не пригождалось. Варианты доставки тоже, вот, не знаю. Если как-то, в принципе, TikTok дает самую дешевую доставку, но если у вас есть какие-то, может, скидки, договоренности, вы можете поменять транспортную компанию и доставлять как-то по-другому. Вот, шаблоны доставки. Тоже ненужный раздел какой-то. И это если вы хотите как-то выпендриться. Так, бесплатная доставка. Это не совсем бесплатная доставка. А, ну, это вот они, да, то, что анонсируют по поводу, то, что если больше 30 долларов купить, то будет доставка. Вот, TikTok рекомендают. Сейчас. Ну, тут тоже, как сказать, ненужная информация, но можете почитать ее. Так, вот тут вот будет большой такой раздел выполнения TikTok. Вот это если вы отправляете товар на склад TikTok. На этом аккаунте у меня эта функция недоступна. У меня здесь будет написано, поэтому оставить информацию. То есть вы можете подать заявку туда. Вот. Ну, типа, хочу там продавать все такое и там ждать ответ. Но я говорю, они очень часто, 99%, если у вас все нормально, вы работаете, сами присылают заявку. Вот. Тут сейчас просто мне не показывается, но тут открывается, да, целый мир, скажем так, как в Амазоне ВВА. Вот. То есть там тоже на склад можно делать шипмент, то есть отправлять, следить. То есть такая очень обширная такая тема. Вот. Попозже, я думаю, на этом аккаунте мы его прокачаем. У меня будут тут продажи, будут какие-то товары. Буду их отправлять. Я думаю, эту функцию как раз мы, собственно говоря, с вами вместе откроем, и я вам покажу, как она работает. Так, двигаемся дальше. Продукты. Это я сниму потом отдельное видео. Это как добавлять продукты. Вот. Ну, вот у меня товар, да, один такой. В принципе, как сказать, не боюсь его засветить, потому что там на складе их там у меня. Это то, что Амазон мне разрешил и отказался продавать. Там возвраты 50 штук, я их закинул сюда. Вот. Чисто поэкспериментировать. Да. Как добавлять продукты и раздавать, это я отдельное видео сниму, потому что это очень долгое такое. Поэтому сейчас только чисто вот обзор этого Централа, да, рейтинг продуктов. Ну, тут у вас, да, будет оптимизация продуктов. Они тут делают подсказки, что надо сделать, чтобы продукт продавался лучше. Управление запасами. Да, то есть тут можно продавать, соответственно, и с рук, и этих, как его, ФБА, типа такого. Так, возможности продукта. Ну, такие не очень важные какие-то графы. А, ну, тут вот купоны. Короче, тут еще у ТикТока есть такая штука. Они своего рода сделали еще и квест. То есть вы можете, например, брать задания от них. Тут есть в разных разделах задания. Например, загрузить три новых продукта с возможностью купить купон на 150 долларов. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот, в общем, если ты соглашаешься, если ты загружаешь три продукта, они тебе дают купон на 150 долларов, эти купоны ты можешь бесплатно предоставлять своим покупателям. Вот, то есть получается, ну, грубо говоря, они тебе дают 150 долларов, которые ты можешь раздать своим покупателям. Вот, то есть очень интересные штуковины. Тут еще тут есть, вот сейчас мы дойдем. Там еще, в общем, есть графа награды. Вот, роста, да. То есть там есть всякие задания, и выполняя задания, то есть они тебе дают всякие плюшки, бонусы. Там добавь 10 товаров, пригласи друга. Ну, короче, ребята активно работают по привлечению клиентов. Причем как покупателей, так и продавцов. Поэтому, то есть такая, ну, интересная штуковина. Так, маркетинг. Это вот эта вот штуковина, которая мне сейчас практически наполовину недоступна, поскольку у меня не привязан аккаунт ТикТока. Ну, в смысле, самого ТикТока. Но здесь есть доступные функции. Сейчас покажу, что надо сделать, чтобы у вас, то есть по умолчанию тут покупатели платят за товар. То есть у вас будет цена товара, и то есть там будет указано, сколько люди должны будут заплатить за доставку. Но большая часть покупателей, когда видят цену за доставку, они не берут товар, они находят, кто дает бесплатную доставку. И здесь есть функция выставить бесплатную доставку. Я ее долго искал, но все-таки нашел. Так, ну, это вот по рекламе. Это вот то, что, да, то, что я не смогу сделать пока что. Вот так. Так, ну, кстати, сегодня разговаривал с человеком, у кого купил этот аккаунт. Сказали, что мне сделают на него, на него, на него. Так, вот бесплатная доставка. Это я уже вот сделал. А сейчас мы будем с вами искать, где я это сделал. Вот, создать акцию. И вот тут, да, вот вы можете купоны создавать, потом купоны на лайвы, потом промо-коды, скидка на доставку. То есть вы переходите вот туда, вот сюда точнее. И вот здесь, ну, название пишите, количество акций неопределенные, доставка везде, тип доставки бесплатный, там, когда, никогда. Надо, так. Да, и у вас будет вот такая вот она, товарищ штуковина. Если ее не будет, то будет там плюс сколько-то доставка. Так, все магазины. Ну, короче, вот указывается, что я штуковину, просто у меня это уже указано. Вот так. И что еще бы рассказать? Вот видите, тут, или тут не очень, ну, короче, у каждого магазина у нее есть рейтинг. И причем этот рейтинг, он каждый месяц обновляется, то есть, и он зависит от того, сколько товаров вы раздали, сколько продали. И на странице там показывается, там, 4,5, ну, вот это вот, по-моему, да, 4,5, там, 4,2, то есть, ну, 5, это вообще нереально, 5, это, по-моему, надо продавать больше тысячи товаров, и чтобы все было четко, ну, то есть, то есть, самый нормальный рейтинг, это в районе 4,5, он практически у всех изначально, вот, вы его там поддерживаете. Горячие сделки, скидки, ну, я бы, вот, купоны, да, я вот недавно сделал, ну, это почитайте, посмотрите. Так, страница магазина, это что такое, это непонятное мне. А, ну, это, здрасте, непонятно, это мне понятно вполне. Это, да, вы можете, то есть, страницу магазина тут своего редактировать, обновлять, то есть, как будет выглядеть ваш магазин. То есть, если у вас несколько товаров, то есть, вы можете тут вот это все дело оформить. Компании, компании, так, что такое компания? Ну, у меня тут никаких компаний пока нету, ну, да, это тоже короткое видео, да, то есть, тут в основном рассказывается, то есть, про то, что вот мне недоступно, скажем так, сейчас, это то, что вы можете выкладывать свое видео и продвигать его, либо, то есть, вы продвигать можете видео, например, вам блогер какой-то снял видео, вы можете у него взять код, они очень часто присылают коды, вы вставляете этот код и продвигаете его видео, то есть, не снимая свое видео. И плюс тут можно, короче, есть, как монтировать самому, то есть, не в специальных программах, а то есть, здесь можно все это делать. Вот, но пока, да, мне это недоступно, как мне это будет доступно, я вам все это покажу, расскажу. Тоже непонятный какой-то раздел, ну, типа, да, вы даете добро, что скидки там можно применять, всякая остальная хренать. Вот, так, идем дальше. Идем дальше, идем дальше. Да, тут некоторые страницы, когда они переведены на русский, они плохо открываются, точнее, вообще нет. Так, это, да, это affiliate, по-моему, вкладка. Сейчас, на русском я ее просто не узнал. Да, про эту вкладку я расскажу, наверное, в следующем видео, чтобы не затягивать. Это очень, как сказать, открывается еще один целый мир. Тут есть три мира. Это вот Cellular Central, это есть вот по типа FBA, он тут называется FBT, то есть Fulfillment by TikTok. Вот он, и вот тут уже вы работаете с блогерами, то есть с креаторами, то есть их находите, создаете заказы. Это я отдельное видео запишу. Это вот, это вот тоже очень важная такая вкладочка. Вот, по ней будет отдельный видос. Так, это что такое? Это вот, по-моему, как раз то место, где надо делать видео, примеры видео, как их делать. То есть, ну, скажем так, видеомастерская. Вот, и тут подсказывают, вот, да, можно сделать видео, лайвы там, всякое остальное. Да, так, это вот. Ну, это было видео, а это вот как раз про лайвы. Вот. Так, награды. Награды, это вот как раз та штука, где вы можете зарабатывать всякие вот медальки, вот в виде, получать такие вот бонусы. Сейчас посмотрим, какие у нас тут акции. Сейчас здесь. Так. Так, посетители сделаем продукты. Получить обучение, изучить возможность продукта. Вот, короче, да, улучшить конверсию. Ну, и вот тут вы можете, то есть, соглашаться. Загрузите 10 товаров, и вам тут что-то будет. Добавьте 10 новых. Клиентов. Ну, я пока не буду на это соглашаться, сейчас у меня времени, то есть, нету. То есть, они вот такие вот купончики дают, 80 долларов ваучер, то есть, еще там какие-то постоянно разные, которые вы можете раздавать своим клиентам. И, соответственно, они эти, ну, там, какую-то сумму не платят. Вы не платите, а товар у вас продается по полной стоимости. То есть, естественно, это людей очень привлекает. Так, приложения и сервисы. Тут, короче, до хрена всяких каких-то приложений и сервисов, которые, типа, облегчают работу с ТикТоком. Вот, если Амазон, например, очень как-то категорично, это замкнутая какая-то система, они никому не показывают, сколько там продаж и так далее, и так далее, то к ТикТоку тут куча всяких есть, всяких приложений. И тут есть, причем даже вот градация. То есть, что вы хотите, какие приложения, для чего. Вот, мне пока ничего из этого не понадобилось. Пока я, может быть, потом, когда кто-то это изучит и снимет, расскажет, я, может быть, что-то и присоединю. Пока мне это не надо было. Вот их тут полно. Вот, дропшиппинг. Все тут по дропшиппингу. Вот, какие-то тоже. Ну, будет интересно полазить. У меня пока не было такой нужды, без этого справляюсь. Так, агентства и услуги. Это какие-то, да, агентства. Они также рекламируют, советуют управление магазинами. То есть, вы можете, ну, заказать услуги этих агентств. Так, дальше. Дальше у нас идет... Аналитика. Ну, да, продаж у меня пока нет. Вот одна продажа была. Ну, и тут, собственно говоря, аналитика. Когда продалось, что продалось, что как, что к чему, периоды, рост идей. То есть, по видео или прямые эфиры, карточка продукта. Ну, в общем, аналитика финансов. Примерно как на Амазоне, но только интерфейс другой. Но функции, в принципе, везде одинаковые. Так, вот еще важный раздел. Это здоровье, собственно говоря, аккаунта. Так, вот магазин здоровья. Вот у них тут есть, ну, типа, вот все хорошо, у меня отлично. Если будут какие-то нарушения, здесь будет отображаться. И у них вот есть баллы, короче, которые вы за каждое нарушение набираете сколько-то баллов. И вот тут отображается. То есть, вы видите здоровье своего магазина, ну, как сказать, в прямом эфире. Не как на Амазоне. Ты что-то там накосячил, нифига не понятно, а потом тебе прилетает бан. Вот тут, то есть, это все отображается онлайн, скажем так. Да, ну и тут вот какие нарушения. Тут вот сколько процентов не надо набирать. Это все посмотрите, почитайте. Здоровье ТикТок аккаунта. Но у меня нет ТикТок аккаунта, поэтому, да, у нее тоже есть здоровье. Оценка эффективности. Упс, это вот как раз тот вариант, когда на русский не переводится. Так, ну, тут тоже статистика, статистика, критерии. Ну, вот, почитайте, в общем. Так, и вот последний раздел, что тут, это уже финансы. То есть, тут будет, ну, вот у меня 14, 27 долларов. Вот они находятся в состоянии холда. Еще, да, тут вот это. И вот тут вот графа. То есть, смотрите, у вас есть вот, у вашего аккаунта будет, скажем так, три стадии стандарт, Ацелерт и, короче, экспресс. Вот. В зависимости от, как бы сказать, работоспособности вашего аккаунта, вы будете перемещаться на ту или иную стадию. Изначально все находятся вот на этой стадии. То есть, тут получается 8 дней заморозки. Вот, денег. Тут вот период, период, ну, доставки, там всякое такое. Ну, в общем, 1-3 дня. В общем, 8 дней заморозки, 5 дней. И, то есть, 1 день, либо там вообще 0 дней заморозки, вы можете выводить деньги. То есть, получаете их, выводите. То есть, все происходит от одного, грубо говоря. Ну, тут сколько? Ну, да, то есть, если 1 день, то есть, в принципе, могут за 1 день. То есть, если у вас аккаунт хороший, и вы, как проверенный продавец, если все хорошо, то вы, в принципе, деньги можете с продажи получить в этот же день. То есть, не как на Амазоне, они там тоже 2 недели морозятся, а поначалу вообще даже месяц. Тут все это дело побыстрее происходит. И тут вот эти... Сколько берет TikTok за свою работу? Вот. Тут можно посчитать, посмотреть. Ну, в принципе, они в среднем берут, то есть, 6% от, скажем так, стоимости. Да, ну, это, я думаю, сами там почитайте. Потому что тут мы ничего не... Ну, как это чисто информационная штуковина, тут мы ничего поменять не можем, мы просто тупо смотрим. Вот. Тут вот налоги, последний раздел. Также по налогам, то есть, можете почитать, сколько за что платить вы будете. Вот. То есть, так вот выглядит селлер-централ в TikTok. Рассказал почти про все. Единственное, да, про добавление товаров. Это будет отдельное. Будет affiliate, отдельное видео. Ну, и когда откроют мне склады TikTok на этом аккаунте, тоже про это сниму. Вот. Надеюсь, было очень полезно. Если какие-то вопросы, что-то как-то спрашиваете, задавайте. Ну, следите, собственно говоря, за рекламой, как говорится. Дальше буду выкладывать еще видосы. Дальше будет.